Руслан, вот смотришь на спортсменов, которые занимаются греблей, такое чувство, что они это делают так легко, а ведь на самом деле это не так. У греблей есть свои нюансы. Да, действительно, в этом упражнении есть особые приемы, техника и так далее, для того, чтобы облегчить именно задачу себе. Например, давай сейчас представим, что мы будем плыть на длинную дистанцию. Представлять я люблю. Давай. Там состоит именно упражнение из нескольких фаз. Подкатываемся к тренажеру, дальше толкаемся ногами, подтягиваем к себе, и здесь у нас начинается фаз отдыха. То есть мы можем несколько секунд посидеть в конечной точке, и плюс спокойно возвращаемся, тоже отдых. А то мы опять делаем сильный толчок. Спокойно подкатываемся. Опять рывок. Спокойно подкатываемся. Вот в таком режиме мы можем проплыть достаточно долго, потому что у нас время отдыха хватает. Руслан, ну и давай напомним нашим телезрителям, какие мышцы работают при гребле. В данном упражнении у нас полностью задействовано все тело. Но конкретно толкаться мы будем ногами задней поверхностью бедра, передней поверхностью бедра, ягодицы. Руки. Руки обязательно. И спина. Это то, что как раз тянет весь рычаг на себя. Ну и пресс. Пресс. Он у нас всегда втянут и напряжен. В общем, работают все группы мышц. То есть гребли – это еще и отличное кардио. Все верно. При помощи данного устройства мы можем очень хорошо скинуть лишний вес. Солнце, море, лодка, пляж. Ты что, расслабилась? У нас впереди ускорение. Погнали. Давай, 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 давай. Помечтать не дают. Ей-богу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.